Максимум энергии, хорошее самочувствие и приподнятое настроение. Таковы признаки здоровья. Состояние человеческого организма, который позволяет нам жить полноценно и радоваться каждому дню. Мы называем себя здоровыми, когда у нас ничего не болит. Но ученые уверены, мы заблуждаемся, характеризуя здоровье только как отсутствие боли. Миллионы людей носят себе скрытые признаки различных заболеваний, даже не подозревая об этом. Сегодня люди умирают в основном не от ран, а от того, что идут медленные, вялотекущие, хронические заболевания. Ну тут же атеросклероз, или сахарный диабет, или рак, или сердечно-сосудистые. Но если бы мы их предотвращали, вот это было бы здорово, и, наверное, мы существенно могли бы продлить свою жизнь. Любая болезнь начинается с того, что биохимические процессы в организме по какой-то причине начинают идти по неправильному сценарию. В результате происходит сбой в работе органа или системы, который некоторое время остается незамеченным. Ведь никаких симптомов еще нет. Будущий пациент чувствует себя прекрасно. Все анализы в норме. Вот только болезнь уже начала свое разрушительное шествие по организму. Это латентный, скрытый период. Он может длиться от нескольких секунд до десятилетий. Латентный период может быть настолько коротким, что он незамечен. И примером тому является, допустим, какие-нибудь острые отравления. Или, допустим, латентный период при проказе. От момента заражения проказа до момента клинических проявлений может пройти 25 лет. Признаки заболевания, в том числе и боль, появятся лишь, когда пораженный орган будет уже серьезно затронут болезнью. К примеру, первые симптомы сахарного диабета возникают после разрушения клеток поджелудочной железы, производящих инсулин, на 85%. Это значит, что болезнь вошла в свою необратимую стадию. Любая болезнь – это драма в двух актах. Первый протекает при погашенных свечах в тишине наших органах и тканей. И лишь во втором, коротком, появляются более другие зримые явления. Так вот, как бы нам в первом акте бы встретиться. Медикам известны более 10 тысяч разных болезней и более 3 тысяч синдромов. С каждым годом их число неуклонно растет. Ученые всего мира ищут способы предотвратить болезнь. Каждый год появляются все новые методы диагностики патологий на ранних стадиях. Мы проведем эксперимент и проверим самые перспективные разработки российских ученых. Алексей. 32 года. Программист. Более 8 часов в день проводит за компьютером. В юности серьезно увлекался плаванием. Сейчас спорт не в приоритете. В день выкуривает около пачки сигарет. Наследственных заболеваний не имеет. По итогам последней медицинской диспансеризации признан здоровым. Женат, воспитывает ребенка. Я понимаю, что мой образ жизни назовешь здоровым. Я никак не могу бросить курить. Я иногда ем вредную пищу. И довольно редко бываю с семьей на свежем воздухе. Конечно, не хватает уже той резвости, что в молодости, да, когда взлетал там по ступенькам вверх. Сейчас все намного сложнее, но у меня ничего не болит. Что специалисты скажут о здоровье Алексея, используя методы ранней диагностики? Так ли все безоблачно на самом деле? Или болезнь уже начала свое разрушительное действие? Подмосковная Пущина. Институт теоретической и экспериментальной биофизики. Российские ученые испытывают новейший прибор, способный диагностировать заболевания на ранних стадиях. Это тепловизор нового поколения. Его разрешение позволяет видеть даже раскрытие потовой железы на теле человека. Технические характеристики современных инфракрасных камер очень высоки. Мы имеем чувствительность сегодня тысячные градусы, скорость регистрации 100 кадров в секунду и пространственное разрешение десятки микрон. Сами понимаете, что при такой скорости регистрации, вот если мы посмотрим на человека и возьмем не всего, а вот только такой фрагмент, то мы получим вот эту картину, где черные точки – это открытые каналы потовых протоков, знаменитые поры, которые видны в динамике. Они могут открываться или закрываться. Так, Алексей, встаньте прямо. Сейчас мы вас будем снимать. По лицу я вижу, что у вас отмечается аллергический ренит. Значит, у вас есть реакция на сейчас запахи, на пыльцу растений. Теперь, пожалуйста, ручки вот так сделайте перед собой. Так, вы курите, да? Да, я буду показать. Вот, видите, у вас периферический ангиоспазм, выражен кистей рук, а это всегда характерно для людей, курящих, поэтому надо вот с этой вредной привычкой нам побороть как-то, да, чтобы у нас было-то все получше. Меньше пяти минут потребовалось врачу-клиницисту, чтобы дать характеристику тепловому портрету пациента. У Алексея обнаружены признаки начальных стадий остеохондроза, синдрома Рейно и достаточно серьезные проявления аллергии. Прибор способен увидеть в организме области с аномальной температурой, на основе чего можно делать выводы о состоянии здоровья. Человеческое тело постоянно вырабатывает тепловое излучение. Его еще называют инфракрасным. Регулируется температура особыми центрами терморегуляции, которые находятся в гипоталамусе. Как только внутри нашего тела происходит перегревание, по команде гипоталамуса расширяются кровеносные сосуды, кожа согревается и отдает тепло во внешнюю среду. Начинают активно функционировать потовые железы. Если температура внутри тела понижается, то кровеносные сосуды, напротив, сужаются и тепло остается внутри тела. Так происходит в норме. У здорового человека распределение температур симметрично относительно средней линии тела. Нарушение этой симметрии и служит основным критерием тепловизионной диагностики заболеваний. Любое нарушение физиологических процессов, воспаление, опухоли, нарушение анатомической структуры тех или иных органов может сопровождаться изменением температуры. В случае воспаления это повышение температуры. В случае, если есть недостаточность биоэнергетических процессов, это будет понижение температуры. То, что мы воспринимаем как тепло, физики называют электромагнитными волнами. Чем выше температура, тем эти волны интенсивнее. Именно их и считывает тепловизор с помощью специальной матрицы. В настоящий момент мы разработали новые алгоритмы, когда основаны на том, что в области, где растет опухоль, она должна иметь хорошее кровоснабжение. И туда должны сходиться сосуды, как пучок сосудов, сходящихся в область рака. Вот здесь вы видите такой образец. Вот видите, здесь есть пучок сосудов, который сходится в подозрительную область. Сегодня тепловидение – единственный научно обоснованный метод, который позволяет обнаружить рак молочной железы на микроуровне, когда размеры опухоли не больше булавочной головки. За несколько лет до того, как болезнь обнаружат с помощью других способов обследования. Тепловидение отличается тем, что этот метод неинвазивный. То есть это дистанционный метод, он никаких неприятных последствий для пациента не вносит, с одной стороны и с другой стороны. Он абсолютно безболезненный, ничего не вводится в организм. По участкам тела с аномально высокой или низкой температурой сегодня можно распознать симптомы более 150 болезней на ранних стадиях их возникновения. Диабет, астма, язва желудка. Как оказалось, информация об этих тяжелых заболеваниях буквально витает в воздухе. Итогом многолетней работы ученых-физиков из Нижнего Новгорода стал спектрометр, позволяющий распознавать в газовой смеси отдельные молекулы, маркеры различных заболеваний. Спектрометр – это прибор, который регистрирует спектры линий поглощения. Вот каждая молекула, она имеет свой спектр. Это как все равно лицо, как человека. Это, видим, как создатель создал. Каждая молекула имеет свой спектр. И по спектру можно идентифицировать молекулу. А так устроен мир, что, измеряя спектр, мы можем сразу говорить и о концентрации газа. Благодаря большой поверхности легких, летучие вещества очень быстро переходят из кровяного русла во внешнюю среду с выдыхаемым воздухом. Смесь различных молекул и составляет интерес ученых-клиницистов. Заболевание – это изменение метаболизма, то есть изменение обмена веществ. Соответственно, выдох, который является отпечатком нашего метаболизма, вот отпечатком палеца, картинкой, выражением нашего метаболизма, он несет в себе информацию об очень многих метаболических процессах в организме, причем относящихся к различным органам. Каждая болезнь имеет свой запах. Например, сахарный диабет пахнет ацетоном. Астма характеризуется повышенным содержанием молекул окиси азота. А язву желудка можно распознать по характерному запаху нашатырного спирта. В нашем организме живут миллиарды бактерий. Продукты их жизнедеятельности выделяются в выдыхаемом человеком воздухе. Для каждого вида бактерий характерна индивидуальная смесь газов. Например, бактерия хеликобактер пилори, основная причина развития язвы желудка, выделяет аммиак, тем самым разрушая кислую среду пищеварительного тракта. До сегодняшнего дня единственным способом диагностики желудочно-кишечных проблем оставалась гастроскопия. Для многих пациентов болезненная и неприятная процедура. И, как правило, бесполезная на ранних стадиях болезни. Но современная наука предложила достойную альтернативу. Все, что нужно, сделать выдох в специальные устройства. И через несколько минут анализ готов. Алексей слегка волнуется, ведь его привычки питания нельзя назвать здоровыми. Запускаем программу, которая у нас покажет наличие или отсутствие аммиака по частоте поглощения. Анализировать выдыхаемый воздух достаточно просто. Не нужны химические реактивы, пробирки, одноразовые иглы. Никаких болезненных ощущений и полная безопасность. Пока я вам могу сказать, что на уровне этих шумов у вас аммиак незаметен. Приятно. Либо правильно питались в последнее время, не нарушали режим. То есть, видите, шумовая дорожка достаточно ровная, нет всплеска. То есть вот здесь должен был бы быть всплеск, если бы было повышенное содержание аммиака. Это очень перспективное, интересное направление. Во всем мире оно бурным образом развивается. И сейчас дело дошло до того, что уже есть методики, которые практически врачи используют. Разработаны такие сенсорные приборы на целый ряд заболеваний. С помощью анализа выдыхаемого воздуха можно проверить состояние печени, поджелудочной железы и кишечника. Всего по выдыхаемому человеку воздуху сегодня можно выявить 18 заболеваний. Ученые уверены, список будет пополняться. Сердечно-сосудистые заболевания главная причина смертности во всем мире. Всему виной тромб, небольшой сгусток крови. Убийца внезапный и молниеносный. От него может в одно мгновение погибнуть человек, никогда не жаловавшись на здоровье. В группе риска развития тромбоза мужчины старше 40 лет. Диагностика тромбообразования долгое время привлекает внимание российских ученых. В этой сфере на данный момент нет рабочих тестов. То есть у врача, по сути дела, нет инструмента, хорошего качества инструмента, который бы позволял ему диагностировать эту предрасположенность к тромбозам. И таким образом правильно подбирать на эту предрасположенность терапию. На самом деле тромб – одно из самых гениальных изобретений природы. Если бы не он, то любой человек, порезавший палец, трагически погибал бы от кровотечения. Однако тромб может быть и врачом, и убийцей одновременно. Ежедневно в кровеносных сосудах человека происходят поломки. Даже через небольшую царапину могла бы просочиться вся кровь. Не будь у нас специальной защитной системой. В месте повреждения сосудов формируется плотный сгусток нужного размера – тромб. Через несколько дней он рассасывается. Такой защитный процесс запрограммирован природой. Но эта защита имеет и обратную сторону. Нашу кровь вполне можно назвать взрывоопасной смесью. Нарушение баланса может привести к тому, что тромб образуется не там, где надо. Или не успев рассосаться, оторвется от стенки сосуда и начнет путешествие по кровеносной системе. С каждым ударом сердца он будет перемещаться и может закупорить жизненно важный сосуд, например, снабжающий сердечную мышцу или мозг. Если тромбоз произошел в сердце, это приводит к инфаркту миокарда. Если этот тромбоз произошел в головном мозге, это приводит к ишемическому инсульту. Если этот тромбоз произошел в вене, это венозный тромбоз. Добрый день! Чем старше человек, тем выше риск образования тромбов. Увы, диагностика зачастую происходит после свершившегося факта. Результат – тяжелые состояния и часто смерть. Но как распознать состояние предтромбоза? Ученые биофизики воссоздали в лабораторных условиях естественные процессы свертывания крови. С помощью этого теста мы можем диагностировать склонность предрасположенной свертывающей системы крови к каким-то изменениям, как тромботическим, то есть склонность к тромбозам, так и склонность к повышенной кровоточивости. В основе всего лежит идея того, что сверт равномерно в объеме, а это процесс, который запускается на поврежденных тканях и распространяется в пространстве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было разработано нанопокрытие – аналог белка, который провоцирует образование тромба на стенке сосудов. Для проведения исследования в кювету помещается плазма крови пациента. При соприкосновении с нанопокрытием к моделирующим поврежденный сосуд начинает расти тромб. Процесс этот максимально близок к физиологическому. Все фазы и параметры роста сгустка фиксируются прибором. Мы абсолютно точно уже сейчас по результатам предварительных испытаний знаем, что этот прибор видит вещи, которые другие приборы не видят. Мы можем детектировать опасные тенденции у пациентов, которые классическими методами и не наблюдаются. Здравствуйте. Добрый день. Мы посмотрели вашу свертывающую систему с помощью теста тромбодинамики и, что, собственно, и было весьма вероятно в таком достаточно здравом возрасте в 32 года, отклонений у вас не найдено. С чем я вас и поздравляю. Спасибо. Российские ученые-иммунологи разработали инновационную технологию, которая позволяет предсказывать риск развития заболеваний за годы до появления первых симптомов. Вся медицина развивалась сегодня до сегодняшнего дня столетиями. Как медицина катастроф? Болезнь случилась, давайте ее лечить. Хорошо, плохо, можно спорить, по-разному бывает, но медицина сегодняшняя – это медицина ремонта. А нам надо иметь медицину превенции, медицину профилактики. До сих пор разглядеть болезнь в зачаточном состоянии, то есть на молекулярном уровне, не могло ни одно современное диагностическое оборудование. Пока в клиническую лабораторную практику не внедрили серию биотехнологических методов, получивших название ЭЛИ-тесты. ЭЛИ-тесты – не оценки будущих рисков, а выявление процесса, который начался, патологического процесса. И если мы сегодня предпринем меры профилактические, у нас есть большие шансы сохранить здоровье этого человека. И у него не разовьется ни сахарный диабет, ни какая-нибудь гепатокарцинома, рак печени или чего еще. В основе революционного исследования известный факт. На неполадке в работе, едва не начались, первыми реагируют антитела. Эти особые молекулы, производимые клетками иммунной системы, призваны очищать организм от продуктов распада. Примерно килограмм клеток у нас каждый день отмирает. Это огромная величина, потому что отмершие клеточки это недокисленные радикалы и прочие-прочие гадости, которые надо устранять. Иначе от них организму плохо. И вот в первую голову иммунная система занимается клиренсом, то есть очисткой организма от собственных продуктов распада. В крови у здорового человека антител одинаковое количество. Но стоит возникнуть болезни, их уровень резко меняется, падает или наоборот повышается. Каждая группа антитела отражает работу определенного органа. По изменению их уровня в крови можно понять, где произошел сбой. Например, избыточная гибель гипотоцитов антител очищающих печень говорит о том, что страдает печень. О разрушении клеток миокарда, о проблемах в работе сердца. Целая система из тысяч аутоантител естественных отражают ситуацию в наших уровнях и тканях. А если мне надо заглянуть туда и узнать, что у меня с печенкой, селезенкой, почками и так далее, вот это настяное зеркало мне не поможет. А зеркало антител очень даже поможет. И по изменениям количества антител, этот параметр вообще-то очень четко регулируется. Я четко знаю, где у меня начинаются проблемы. Или, может быть, они уже далеко зашли. Метод позволяет разглядеть болезнь миокарда, сердечной мышцы, за три года до рокового часа. Диабет за пять лет до его начала, а опухоль за десять лет до постановки страшного диагноза. То есть, болезнь может быть обнаружена до первых клинических проявлений. Скажите, как мои анализы? И здесь у нас о чем поговорить. Результат представлен в виде гистограммы. Каждый столбик маркеры определенного органа. Зеленые столбики свидетельство здоровья. Желтые есть отклонение от нормы, а красные говорят о надвигающейся болезни. Жалоб нет на сердце. Так иногда, ну я не знаю, там, по-моему, мне казалось, что это не сердце, а мышцы. В области сердца. В области есть, да. Можете показать здесь вот? Не сбоку, да? Не сбоку, нет. Посередине. Посередине, да. Значит, что мы здесь видим? Мы видим изменения в миокарде по типу дистрофических изменений. Хорошо бы здесь сделать кардиограмму с нагруженными пробами. Посмотреть, насколько далеко или недалеко зашел процесс. Ранняя диагностика показала, здоровье программиста Алексея нельзя назвать идеальным. Но и серьезных нарушений угрожающего характера тоже не обнаружено. Иногда бывает достаточно изменить образ жизни, соблюдать диету, регулярно заниматься спортом, и показатели приходят в норму. Болезнь отступает, так и не начавшись. То, что мы видим в ЭЛИ-тестах, как правило, означает раннее, раннее, раннее начало будущей болезни. Поэтому не надо пугаться изменений, надо просто ими сейчас будет заняться, и никакой болезни у нас не будет. Вот ваши результаты. Что такое ранняя диагностика для пациента? Это знание каких-то основ здоровья, чтобы в случае, если он видит, что какие-то параметры, какие-то показатели его жизни стали отклоняться от его нормальных представлений, это является поводом для того, чтобы озаботиться этой проблемой, ну и, наверное, своевременно обратиться к врачу. По некоторым данным, продолжительность жизни современного человека должна быть не менее 120 лет. Настолько мы запрограммированы биологически. Человечество может победить болезни, только научившись предупреждать их развитие. Ранняя диагностика и своевременное лечение – лучший способ продления жизни. Ученые доказали, даже злокачественные опухоли, выявленные на начальных стадиях, практически в 100% случаев излечимы. А победа над болезнью фактически станет победой и над старостью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok